И еще раз мы собрались для того, чтобы продолжить наше обсуждение на тему субботнего покоя. И эта лекция, седьмая по счету, называется «Суббота. Время освободиться». Но вначале я хотел бы рассказать одну историю. Это реальная история. И как это принято, я начну эту историю со слов. Давным-давно, в далекой стране, жил человек по имени Нельс. Нельс был благородным человеком, уважаемым в своей стране. Он владел землей, у него было много слух, и в действительности ему не нужно было работать, чтобы себя прокормить. Земля досталась ему по наследству от его родителей. У него была милая жена и несколько сыновей. Старшего сына звали Виктором. И Виктор, будучи старшим сыном в семье, должен был унаследовать семейное имение. Ему нравилось отцовское поместье. Ему нравилось в нем жить. В поместье был пруд, в котором он любил рыбачить. Он охотился на диких зверей. Он счастливо рос в отцовском поместье. И вот он подросток и затем уже молодой человек. И вот однажды отец сказал ему, что вся земля будет его. Он наследник. И все слуги будут его слугами, будут служить ему. Но был один запрет. Было одно, что ему нельзя было делать. Он не должен был брать себе в жены девушку из низшего сословия, потому что он происходил из благородного рода. Если он возьмет в жены простую крестьянскую девушку, то он потеряет все свои привилегии, потеряет землю, потеряет свое положение, потеряет слух, и из отцовского наследства ему ничего не достанется. Земля уже не будет его. Те озера, которые на этой земле, те леса, и все, что на этой земле, уже не будет его. И вот Виктор время от времени объезжал свои владения, вернее, владения своего отца. И вот однажды, охотясь на диких зверей, он оказался на окраине отцовских владений и увидел небольшой домик. Он остановился, и в нем жила вдова. Но не вдова привлекла его внимание. У вдовы была дочь, которую он не мог не заметить. Девушку звали Матильда. Ему очень понравилась Матильда. Они стали чаще встречаться, разговаривать. И когда Виктор возвращался с охоты в отцовский дом, он больше не приносил зайцев или оленей. Даже рыбы не приносил. Приходил с пустыми руками. И отец спрашивал у Виктора, «Виктор, ты ходил на охоту, где же добыча? Конечно, у нас достаточно еды, но все-таки. Ты же так любишь охотиться. Может быть, перестало получаться?» «О, нет, папа, просто звери сейчас намного более осторожней». И так продолжалось какое-то время, и затем он пришел к своему отцу и сказал, «Отец, я кое-кого встретил. Встретил того, кто мне очень понравился». Отец заинтересовался. «Кто же это? Твой новый друг?» «Нет, не совсем, папа. Это молодая девушка». «О, а как ее зовут?» «Я не сомневаюсь, что она из благородного рода, не так ли?» «Не совсем, отец. Ее зовут Матильда». «Матильда? Я что-то не слышал ни о какой Матильды в благородных семьях. Наверное, мы не знаем эту Матильду. А где она живет?» «Там, за холмой, и за долиной, есть небольшой домик». «Домик?» «Виктор, она что, крестьянка?» «Что ж, Виктор говорит, да, она из простой семьи». «Но я предупреждал тебя, Виктор, тебя лучше порвать с ней. Если ты женишься на такой девушке, ты потеряешь свое наследство, потеряешь свое положение. Эта земля, это имение уже не будет твоей. Поэтому не забывай об этом». Но время шло. Любовь Виктора к имению становилась все меньше и меньше, а любовь к Матильде становилась все крепче и крепче. Они видели все чаще, и их дружба переросла в сильную любовь. Они уже не могли друг без друга. Есть один фильм с похожим сюжетом. Возможно, вы слышали про этот фильм «Гордость и предубеждение», где молодой человек из благородного рода встречается с простой девушкой. Она из простой семьи. И затем Виктор набирается мужества и говорит своему отцу, «Отец, мы с Матильдой любим друг друга, и мы решили пожениться». «Пожениться?» «Виктор, о чем ты говоришь? Я же говорил тебе о том, что ты потеряешь свое благородное положение. Ты уже не сможешь распоряжаться этой землей, если ты женишься на простой девушке. Ты вправе поступить, как хочешь, но помни об этом, Виктор. Я останусь верен своему слову». Но любовь оказалась сильней, чем предостережение отца. И несмотря ни на что, Виктор и Матильда решили пожениться. Виктор и Матильда, о которых я вам рассказываю, не так красивы, как вот эти герои с фильма. Они поженились, и Виктор лишился всего наследства, и он уехал из отчего дома, покинул Швецию. И он приехал в Америку. Они углубились внутрь страны, пока не нашли места с климатом хуже, чем в Швеции. Они поселились в Миннесоте, очень холодное место, примерно как здесь, в России, может быть, больше похоже на Москву, или даже на Сибирь. Хотя, конечно, все же не так холодно-то. Но именно это они сделали. Они стали очень усердно работать, своими руками. Я думаю, до этого Виктор не знал, что такое мозоли на руках, потому что он был из благородного рода. Ему приходилось теперь очень много работать, работать на полях, и особенно в лесах, чтобы добывать древесину. И вот фотография Виктора и Матильды, они слева. Потом Виктор занялся разведением лошадей. Они были ему необходимы для того, чтобы вытаскивать тяжелые деревья из леса. И так они жили, и затем у них появились дети в Миннесоте. Они стали больше работать на ферме. Одного из сыновей звали Элмор. И Элмор также очень усердно работал. Он так никогда и не ушел на пенсию. Он много работал, рубил лес, сначала возил бревна с помощью лошадей, затем уже на машине. Вы можете увидеть, какие большие бревна. И он валил лес в центральной Миннесоте, а также в других местах Америки. И затем он сменил род деятельности. Он стал заниматься работой по камню. Вот видите, везут огромный камень, это гранит. Он привозил камни из карьера. У него родился сын, которого он назвал Хэральдом. И Хэральд тоже очень много работал. Вот очень значимая фотография, на ней Хэральд со своей женой и недавно родившимся ребенком. Это было особое время в моей жизни. Вот посмотрите на номер машины, видите число 51. Это очень символично, потому что именно в этом году я родился, 1951 год. Я думаю, вы легко можете посчитать, сколько мне лет. Мне уже за 60. Но сейчас я хотел бы не об этом с вами поговорить. В тот момент, когда была сделана эта фотография, мой отец был тяжело болен. Он только что вернулся из больницы, где он пролежал 15 недель, заболев незадолго после того, как я родился. И он часто рассказывал нам историю о том, как ехал за рулем большого грузовика, и эта работа настолько его измотала, потому что у него не было отдыха. И он настолько устал, что однажды, когда пришел в кафе на обед, то практически упал без сил. И после этого его поместили в госпиталь. На тот момент ему было где-то 35 лет. Нечто подобное пережил и я, когда мне было около 30. Я не работал водителем грузовика, и мне не нужно было делать такую тяжелую работу, как моему отцу, но я был пастором церкви, более того, основателем новой церкви, и вы знаете, насколько это порой тяжело. И я работал днем и ночью, и даже, можно сказать, я работал 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я брал себе выходной, но в этот выходной я стриг газон и делал очень много дел по дому. В церкви было очень много проблем, которые не давали мне покоя. И ко всему этому у нас родился второй ребенок в семье. и у него болели уши, он мог проснуться по ночам и кричать во весь голос. И вот представьте, все эти проблемы в церкви, которые не давали покоя, бесконечная работа, и ребенок, который не давал спать, потому что кричал по ночам, и так продолжалось не менее 6 месяцев. И вот однажды утром я проснулся, и я не смог встать с кровати. Я не мог поверить, мне было только 30, а чувствовал я себя стариком. Я чувствовал себя настолько слабым. Никогда прежде ничего подобного я не ощущал, как будто что-то во мне развалилось. А ведь я еще молод. Как такое могло случиться? Что не так? И мне пришлось извлечь болезненный урок, что бесконечное беспокойство, бесконечная работа может настолько сломить человека, что этот человек оказывается на пороге смерти. И вот представьте, 6 недель постельный режим. У меня обнаружили несколько расстройств в организме, проблемы с печенью начались, но причиной всех этих нарушений в моем организме была усталость. Я игнорировал нужды своего тела, игнорировал необходимость в отдыхе. Это было очень трудное время в нашей жизни. И вот какие уроки я извлек. Можно умереть от перенапряжения на работе. Можно буквально загнать себя. Будучи молодыми, мы думаем, что у нас неограниченные жизненные запасы, что у нас так много сил. Но наступает момент, когда мы обнаруживаем, что ничего не осталось, несмотря на то, что мы молоды. И также я упоминал беспокойство. Я беспокоился? Наверное, этому я научился от своей мамы. А много работать мне научил мой отец. Но неважно, откуда, у меня было и то, и другое. Я сильно много работал и сильно много беспокоился. Вот посмотрите на эту фотографию. Вот смотрите, белый пикап, он практически сорвался с обрыва и держится лишь на катере, который он за собой вез. И вы видите, что хорошо, что катер достаточно большой, он удерживает пикап. Но вы видите человека, который в кабине пикапа. И насколько все становится драматичнее. Но это еще не все. Вот представьте, я уставший, бессил, и рядом со мной была моя жена Лоис, двое детей. Я хотел бы просить Лоис рассказать, что она чувствовала в тот момент. Это заболевание было очень страшным, потому что я не знала, что будет дальше. Я не знала, будет ли он жить или умрет. Потому что на самом деле они не знали, что было не так. Он просто был изнурен. Он лежал, я заботилась о нем и своем муже. Иногда ночью у него поднималась температура. Вы знаете, что при высокой температуре люди потеют. И он так сильно потел, что я помогала ему переодевать одежду, менять постельное белье, потому что оно тоже становилось влажным. Доктора мне наедине сказали, что если стресс возрастет, или если он будет говорить с кем-то по телефону, что приведет к стрессу, то этого может быть достаточно, чтобы его болезнь перешла в инфекционный гепатит. мы не могли этого допустить, потому что это значило бы, что потенциально на наш дом может быть наложен карантин. А в то время нашему младшему сыну было всего 10 месяцев, то есть у нас был младенец, а другому сыну было 7 лет. Разница в возрасте наших детей 6 лет. Это на самом деле было страшно. Я не знала, что делал Бог и что Он допускал в нашей жизни. Но это пугало меня. Мы жили далеко от наших родителей. Если посмотреть на карту Соединенных Штатов Америки, то мы жили примерно в центре штате Айова, а наши родители жили на севере Миннесоты. То есть они жили далеко и рядом с нами не было никого из наших близких, кто мог бы нам помочь. Должна сказать, что наша церковь, которая была в то время небольшой, недавно основанной церковью, но люди в церкви объединились для помощи нам. Мужчины из церкви приходили и помогали мне стричь газон, иногда ремонтировали что-то в доме. То, что необходимо было сделать, когда Джим был болен. Но то, что происходило у меня внутри, мне приходилось держать в себе. Я не могла рассказать об этом ему, потому что это только усилило бы стресс и сказалось на его болезни. Поэтому многое происходило между мной и Богом. Ежедневно большую часть времени я пыталась справиться с заботой о двух сыновьях и о больном мужем. Одна из деталей, которую помнит Джим, но я не очень хорошо помню, это то, что каждый день звонил папа Джима и разговаривал с ним. И для него это было большим ободрением, потому что он уже проходил через это. Он лежал в больнице в течение 15 недель. В то время это было источником ободрения для Джима. У меня в то время было очень много противоречивых мыслей внутри. Что я буду делать, если потеряю мужа? Как я буду заботиться о двух сыновьях и себе? Я не знала. Я не знала. Эти две вещи происходили внутри меня в то время, как эта болезнь развивалась в теле Джима. Я думаю, что в то время я жила так, как этого хочет от нас Господь изо дня в день, потому что я не знала, что принесет следующий день. Я хочу вам сказать о том, что все это произошло в нашей жизни до того, как мы стали практиковать субботу. Благодаря всему этому мы осознали необходимость в первую очередь физического, эмоционального отдыха. Мы еще не копнули глубже и не открыли для себя духовный отдых, встречу с Богом в тихом уединенном месте. Мы воспринимали отдых как то, в чем нуждается наше тело. Я должен был перестать беспокоиться. Но это стало отправной точкой, чтобы открывать для себя субботу. С того момента я начал понимать, что если я устал, то надо остановиться, потому что я не хотел, чтобы это повторилось вновь. Произошедшее со мной очень сильно въелось мне в память, и всякий раз, когда я сильно уставал, потому что я работал много часов, много дней, если я уставал и останавливался, потому что я помнил о том, что со мной произошло, я позволял своему телу отдохнуть, и с тех пор я особо не болел, ничего серьезного со мной не происходило. Я должен был извлечь этот урок, будучи еще молодым, мне было около 30 на тот момент, и я хотел бы обратиться ко всем, кто изматывает себя бесконечной работой. Знайте, знайте о том, что вы можете загнать себя работой беспокойством до смерти. Извлеките урок из моего примера, извлеките урок для себя, чтобы вам не оказаться в таком положении. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com А я бы здесь хотела добавить, что в тот момент мы, как молодой пастор и его жена, понимали, что нам необходимо служить по-другому, но мы этому еще не научились. Мы понимали, что это должно выглядеть по-другому, потому что если бы мы продолжали работать в том же русле, то один из нас или оба могли бы серьезно заболеть. Мы также понимали, что это было не очень правильно по отношению к нашим сыновьям, что им придется заплатить за нашу деятельность. А если это приведет к смерти одного из нас, то это также скажется на наших сыновьях. Мы понимали, что мы должны изменить подход к жизни и служению, но как это должно быть, мы не знали. И где-то после этого я осознал для себя глубину 22-го псалма. И наш подход к работе, который мы наследовали от своих родителей, отражает нашу веру в Бога. Наше представление о Боге как о погонщике, как о начальнике, который радуется только тогда, если мы ему служим со всех сил. И хотя мы знаем 22-й псалом практически наизусть «Господь пастырь мой», но я боюсь, что тогда я жил, как и многие другие живут, словно в этом псалме совсем другие слова, словно Бог это беспощадный начальник, который хочет выжать из нас максимум, не дает нам покоя. Илоис прочитает этот псалом трудоголика. «Господь погонщик мой, я никогда не буду отдыхать. Он велит мне косить злачные пажити и водит меня к турбинам водным. Изнемождает душу мою, выталкивает на конференции ради графика работы моей. Если я пойду и долиную отдыха, не убоюсь, что он будет полноценным. Чувства вины и самобичевания они будут преследовать меня. Ты приготовил предо мною рабочий стол ввиду сотрудников моих. Поместил переживания в голову мою. Ежедневник мой переполнен. Так занятость и давление досопровождают меня во все дни жизни моей. И не найду я себе покоя в Доме Господнем многие дни». Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, не поленитесь сделать следующее. «Выпишите те слова, которые характеризуют вас». Если вы постоянно о чем-то переживаете, выпишите слово «переживание». Если вас преследует чувство вины, выпишите чувство вины. Быть может, вы тоже думаете, что Бог ваш погонщик, а не пастырь. Напишите это. Что бы это ни было, честно признайтесь в этом? Отражает ли псалом трудоголика ваше представление о Боге и о том, что Он от вас ожидает в жизни? И будьте честны с собой. Если для вас это сложно, спросите вашу супругу, что она думает на этот счет, чтобы она помогла вам в этом. И, быть может, она вам скажет, «Ты постоянно переживаешь». Вы скажете, «Нет, нет, нет, нет». Она скажет, «Да, дорогой». И вы соглашаетесь, хорошо. Или спросите детей. Дети порой не стесняются и не боятся говорить правду. «Мама, мама, папа, папа, что с вами не так? Вы постоянно в церкви пропадаете целыми днями, что вы там делаете? Вы понимаете, что другой человек, который рядом с вами, может помочь вам лучше понять то, что в вас. И будьте честны, когда будете делать это задание по этому псалму, псалму трудоголика. А затем откройте настоящий 22-й псалом и поразмышляйте о нем. И пусть Господь поможет увидеть вам разницу. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Продолжение следует...